Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Коалёна. Я являюсь автором книги «Чаровное сыроедение». Сегодня хотела бы осветить тему, как избавиться от гельминтоза. Все мы знаем, что на сыроедении, когда мы переходим, возникают такие вещи, как срывы. Мы стараемся всеми силами перейти на сыроедение, но что-то нас тянет назад, и мы возвращаемся так или иначе периодически к вареноедению, то есть происходят срывы. Я вообще хочу осветить, почему это происходит. Я уже ранее в своих видео говорила, что когда в нашем организме существует патогенная микрофлора, когда в нашем организме достаточное количество гельминтов для того, чтобы нас толкать на срывы, эти срывы происходят, то есть гельминтоз, он неизбежен. Всего того, что мы все живем скучно, то есть это общая площадь проживания, то есть наши дети ходят в детский сад, мы сами ходим на работу и так далее, и так далее. То есть это общественный транспорт. В том числе, соответственно, мы все поражены гельминтами, то есть заражены. И эта постоянная инвазия, она приводит к тому, что мы уже считаем нормой свое состояние. На самом деле никто из нас не голоден. Голоден – это где-то через суток-двое. Мы чувствуем жажду голода, мы прям голодны до того, что мы готовы съесть любую еду. Вот это голод, а все остальное – это поверхностное чувство голода. Оно зачастую навязано именно паразитами. Это первый аспект. То есть на самом деле видовая пища паразитов – это вареная пища, это жареная, пареная, то есть мертвая пища. Потому что здесь нужно разбираться. Вот смотрите, у меня было исследование на эту тему. В моем блоге личном Андрейка Алена я выставила пост, где я рассказала об эффекте Кирлиана. Эффект Кирлиана таков, что он показывает энергетическое состояние любого объекта. То есть если он живой, ярко светится, если он мертвый, то свечения нет, либо оно практически угасло. Если мы посмотрим свечение денатурированной пищи, то его практически нет. То есть мы едим мертвое. Но мы имеем свечение. То есть мы постоянно мертвой пищей себя гасим. Если же мы берем живую пищу, сыроедческую, мы видим, что у всех живых продуктов свечение будет здоров. То есть оно качественное. Единственное, эффект Кирлиана он также показывает и наличие каких-то дефектов в продукте. То есть если он несколько подпорчен, если он где-то побит, то свечения становится меньше. И что же получается? Что если мы едим мертвую пищу, мы себя гасим. То есть поэтому и старение, поэтому и все эффекты, которые в виде болезни вылазят. Теперь дальше. Вот когда стали выползать на свет исследования, то есть тех существ, которые называются гельмитами, оказалось, что частота их поля очень низкая. То есть она приближается к частоте мертвой пищи. Поэтому их видовая пища – это мертвая пища. То есть она им нужна для того, чтобы существовать. Поэтому они нас постоянно просят подавать именно мертвую пищу. То есть мы не можем, наш организм не может подавать те сигналы, которые подают, что вот жареная картошка, помидоры, вообще все посленые, они абсолютно несъедобны. Это нужно знать, потому что они вызывают пищевой ликоцитоз. А вот вареная пища, она несъедобна, потому что она в целом вызывает пищевой ликоцитоз. То есть любая динатурированная пища. И, соответственно, получается, что гельминты, имея частоту своего тела низкую, просят с родственную им пищу, понимаете? И они иннервируются, то есть встраиваются в нервную систему таким образом, что мы даже не распознаем, чего, собственно говоря, мы хотим. Вот и получается, что питаемся мы очень много не своим, не с родственной нам пищей. Нам с родственной пищей сырает. Почему же, собственно говоря, при всем осознании нас откидывает назад? Да потому что справиться с волей тех, кто управляет изнутри, достаточно трудно. Что же делать в этом случае? В этом случае нужно избавляться от гельминтов. Как? Горькие травы. Вот на самом деле все вкусы у человека должны присутствовать. Все абсолютно вкусы должны присутствовать. Горький, кислый, сладкий, терпкий, пряный и так далее, и так далее. То есть вот эти все тонкие нюансы в еде должны присутствовать. Сладкое мы едим, ладно, плюс поставили. Соленое тоже. Не рекомендую есть поваренную соль. Об этом я рассказывала в своих видео, почему. То есть тоже гасит энергетику. Кислое раз от раза, не всегда, чуть-чуть где-то как-то. Острая, пряная тоже порой не всегда. А вот горькое мы совсем не едим. А почему? Да потому что гельминты сопротивляются. Они говорят, нет, это не моя еда, есть я это не буду. И для того, чтобы вывести гельминтов, мы должны есть горькое, горечь. Я экспериментила с этим вопросом, с этим делом. Потому что все равно гельминтов нужно выводить. Инвазия происходит постоянно, об этом я уже сказала. И для себя я нашла оптимальный рецепт. Перепробовала массу всего. То есть во многих источниках говорится, значит, берете, завариваете горькую траву и пьете. Но пить эту горечь физиологически мне трудно. То есть я в себя через трубочку это там как-то вот прям аккуратненько заливаю. Но это такое прям состояние, которое вызывает риск отторжения к следующему этапу, да, к следующей попытке это выпить. А выпить нужно достаточно много, чтобы это все убирать из организма. Что я для себя сделала? Существуют две основные травы и две вспомогательные. Всего четыре травы. Запомните. Кора крушины, кора дуба, пижма, полынь. Еще раз. Кора крушины, кора дуба, пижма, полынь. В аптеке, если нет возможности все это собрать, да, самому, конечно же, если эти травы выращенные где-то вот в поле, да, или на вашем приусадебном участке, это шикарно. Если нет возможности, идете в аптеке, покупаете. Значит, в аптеке это продается по 100 грамм, да, формовка в равных частях, то есть у вас 4 пачки, вы все их смешиваете тщательно, да, в одной таре, через кофемолку пропускаете. То есть получается такая мягкая, тонкая пыль, да. Я пою своего ребенка таким делом, да, и рекомендую пить вам. Значит, для взрослых, чтобы не заморачиваться, есть два рецепта. Первый рецепт, вот это вот пыль, да, состоящая из 4 трав. Берете чайную ложку с горкой на голодный желудок каждое утро, кладете в рот и запиваете водой. Все. То есть вообще закон для того, чтобы выглядеть хорошо, свежо, для того, чтобы работал организм правильно, нужно пить воду, да. То есть с утра вы всегда должны пить стакан воды. Ни холодной, ни горячей, комнатной температуры. И вот вы берете чайную ложку, да, можете сначала без горки, можете с горкой. Ну, мужчина, весовая категория, которая больше 70-80 килограмм, обязательно с горкой, да, чайная ложка. Если это женщина, 50 килограмм и чуть больше, до 60, то это там можно без горки, да. Но я просто смотрю все по своим родственникам. Значит, берете вот чайную ложку, кладете вот этой сухой смеси в рот и запиваете большим количеством воды. Что происходит? То есть в момент, когда вы положили на язык, рецепторы еще не сработали. И вы выпиваете и запиваете. То есть горечи вы вообще не почувствуете. Вообще. То есть ее нет. И вот эта трава, вот эта пыль, она распределяется по всему ЖКТ. И все время, что она идет, она отдает сок. То есть это не просто организм в желудке обеззаразило, да, все вот настоем, как вот принято. И кое-что еще там пошло в кишечник. А это прям вот и в желудке выделилось, и в кишечнике. И вы прям почувствуете, как легко становится. То есть на самом деле, вот с момента, как я перешла на средний, это было больше 12 лет назад, у меня полынь, крушина, пижма и кора крушина, кора дуба, да, пижма, полынь не выбывает вообще. То есть у меня есть тара стеклянная, в которой хранится этот порошок. И каждое утро я это выпиваю. Вот. Простая вообще вещь, да, это сделать. То есть это должно быть не один раз, не просто, вот, да, там, вывели гельминтов, забыли инвазия. Происходит постоянная педагога, пожизненно должны пить. Соответственно, если вы будете это делать, срывов не будет, да, то есть гельминтов не будет. Теперь что делать в случае детей? А вот, когда вы кладете порошок в рот, вы же понимаете, да, это пыль. То есть здесь не надо дышать так в себя, потому что просто пыль пойдет в нос, ну и будет очень неприятно. Вот эта горечь останется. С детьми тут сложнее. Значит, я беру этот порошок, заливаю жидким медом, так, чтобы это была густая смесь просто, да, не комками где-то как-то, а прям жидкий мед. Вот, если нет жидкого, подогреваете слегка, чтобы он был не горячий, потому что мед нагревать вообще нельзя, да, иначе он несъедобный. Вот, и вы смешиваете с жидким медом, чтобы это просто была такая кашица легкая, да. И вот, например, если прям очень много порошка в меде, да, например, тоже достаточно одной чайной ложечки детской такой, да, вернее, даже можно ее кофейной назвать, потому что детские чайные ложечки, они меньше. Вот, и прям в рот, и даете ребенку запить водой. У меня ребенок утром так начинает. С полыни, крушины, коры дуба и пижму. Вот ситуация такая, да, вот почему, собственно говоря, я сижу напротив перчика, который я вырастила сама. Следующий этап, да, что действительно из нашей жизни уходят многие вещи достаточно полезные. А вот острые пряные вещи тоже убирает гельминтоз. Вот этот перчик, он называется огонек в простонародье, да, то есть он из семечек вот в горшке, он спокойно вырастает. То есть вот буквально за несколько месяцев у вас будет вот такой огородик на подоконнике. И вы сможете пользоваться вот этим острыми, острыми как бы ингредиентами, да, для того, чтобы убирать гельминтоз. Не забываем о настойке тоже каких-то горьких вещей. Ну вот хурма, да, вот, хоть она и не относится к горьким, но она тоже выгоняет гельминтоз. Не забываем мыть руки, не забываем полоскать рот, да, вот какими-то вещами полезными, там, антисептическими, да, это ромашка, я имею в виду, например, зверобой. То есть вот для того, чтобы держать себя в норме, нужно постоянно, постоянно, постоянно следить за тем, что и как в вашем поле, да. Потому что если упустить момент гельминтоза, мгновенно пойдут срывы, вот мгновенно, просто без разговоров, да. Поэтому для того, чтобы срывов не было, чтобы сыроедение было в радость, чтобы оно давало вам энергию, а не паразиты съедали вас. Ведь если у них нет еды, они начинают есть человека, да, с родственной. Если варенки нет, они начинают есть человека. Человек резко худеет, становится нервозным, там, психованным, плохо спит. И некоторые сыроеды действительно отмечают такой момент, что трудно, что невозможно, что падает вес. Так вот, на самом деле, вот здесь нужно бороться с гельминтозом. Всё, друзья, рада была вам рассказать, поделиться с такой информацией интересной, я думаю. Если будут вопросы, у меня есть свой личный блог, пишите мне. Все ссылки под видео. Пожалуйста, добро пожаловать. Подписывайтесь на мой канал. Привет! Здоровья вам крепкого! Продолжение следует... Подписывайтесь на мой канал.